Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как сохранить, премножить деньги в наши непростые времена. Тема сегодняшняя посвящена недвижимости. Самая горячая тема, наверное, после доллара, да, вопрос недвижимости. Здесь очень много комментариев я вижу на мою собственную позицию, да. Поможет в нашем сегодняшнем видео нам традиционно Злата, задаст вопросы. Основные комментарии, да, которые требуются прокомментировать. И, ребят, я не хочу никого ни в чем убеждать, да, то есть я привожу свои определенные доводы, я привожу собственное мнение, на вашей стороне находится принятие окончательного решения. Единственное, что хочется сказать, смотрите, у нас недвижимость за 20 лет показала очень хорошую доходность. Вот в этом видео я говорил о кругах ада начинающего инвестора. И одним из кругов ада таким является влюбленность в актив. То есть, когда вы подняли деньги, когда вы сделали капитал на каком-то активе, классе активов, на какой-то конкретной акции, то у вас начинается так называемая, в кавычках, влюбленность в актив. При этом он может быть в дальнейшем стать плохим, неэффективным, съедать ваши деньги. У него может снизиться потенциал роста. Поэтому, когда мы говорим про влюбленность в актив, попробуйте объективно посмотреть на вещи. Цены могут расти на любой актив. Цены могут расти по двум причинам. Основной принцип роста цены в нулевых годах, там с 2005 по 2014 год. Причиной роста тогда цен на недвижимость, причем мощнейший рост, самая сильная волна роста цен на недвижимость, почему произошел? Потому что в нулевых годах у нас был низкий эффект базы. То есть делок с недвижимостью было не так много. Застройка велась не так активно. А доходы населения начали очень активно расти. При этом доходность банковских депозитов была отрицательная к инфляции. Рубль был очень стабильный, потому что цены на сырьевые товары были очень высокие. И через вот эту нефтяную ренту у нас доходы у населения выросли. И доллар был стабилен, и рубль даже к нему немного укреплялся. То есть был некий такой период стабильности. На валюте ты зарабатывать нормально не можешь. На банковском депозите у тебя доходность реальная, отрицательная. Потому что доходность банковского депозита ниже инфляции. Фондовый рынок, боже упаси, нам еще близок 98-й год, когда там все акции попадали в цене на 80-90%. И очень многие, даже кто новички, потеряли там очень много денег. И поэтому просто под запретом фондовый рынок, под жестким крест. И получается, что как раз таки вот эти нулевые года, 2005, 2006, 2007 год, а в 2006 году еще принимают закон, вносятся поправки в гражданский кодекс. У нас начинает ипотека становиться доступной. То есть банки начинают активно кредитовать. Да, там взносы достаточно большие были. Но в принципе количество денег, которыми могли оперировать у нас физические лица для того, чтобы покупать недвижимость, оно увеличилось. То есть и доходы растут, и ипотека стала доступной, банковские депозиты невыгодные, доллар невыгоден. Да, что тогда? Люди кинулись просто потреблять, люди кинулись покупать. И получается спрос очень большой, а недвижимость, это спрос, ее нужно удовлетворить. Застройщики не успевают. Поэтому получается, в период с 2007 года по 2008 год, вы видите, да, то есть очень активно застраивалось. То есть было недоступное жилье, а оно было наоборот такое больше премиальное. И цены росли очень быстро. То есть и схема заработка была очень понятная и простая. Но основной смысл заключался в том, что схема заработка была привязана к росту реальных располагаемых доходов населения. Потому что они росли. И получается, когда ты покупаешь квартиру на котловане, ее там в течение полутора-двух лет строят, возводят, и на каждом этапе она прибавляет в цене. Понятно, прозрачно, комфортно, да. С 2014 года уже начинаются сложности. Почему? Потому что с 2014 года располагаемые доходы населения начинают падать. Застройщики, обжегшись в 2012-13 годах на элитной недвижимости, начинают переходить в эконом-класс. Потому что цены уже на элитку настолько взлетели, что для простых людей она стала недоступна. То есть там просто уже порог отсечения начался. Начали строить муравейники. Первый вариант. Начали строить малогабаритные квартиры современные с инфраструктурой. И второй вариант. Это, соответственно, начали перепланировку. То есть один из элементов бизнеса был. Это некая перепланировка гостиничного типа. Ну, то есть опять-таки снизить средний чек, чтобы было доступно. За 5 миллионов 20 квадратных метров или 30 квадратных метров. То есть чтобы это было доступно непосредственно. Почему сейчас, в настоящий момент, я говорю о том, что цены на недвижимость будут снижаться? Потому что я смотрю в основу экономии. И я смотрю в направлении реальных располагаемых доходов населения. Ребят, мы с одной стороны кричим, что высокий доллар это плохо. Потому что импортные товары начинают расти. Но на самом деле вы должны понимать, что высокий доллар, с другой стороны, это возможность государству тратить много. На социальное обеспечение, на выплату зарплаты сотрудникам. На государственные траты, на различные национальные проекты. И через эти деньги, получается, деньги приходят, в принципе, до конечного потребителя. Когда мы сейчас видим курс доллара на низких значениях, нужно понимать, что никто не получает. Нефтяники не получают доходов, газовики не получают доходов, экспортеры металлургии не получают соответствующих доходов. А это большая доля экономики страны. То есть они не получают доходов, при этом налоги им платить надо. Никто налоги уменьшать не собирается. И что вы будете делать на позиции металлургов? Вы уже отказались от дивидендов. Но опять-таки на вас налоговое время давит, а доходов вы не получаете. Вы начнете увольнять людей. И если два года назад человек, который работал, занимал хорошую позицию в металлургической компании, просто он металл выплавлял даже нехорошую позицию, просто он был работягой на металлургическом заводе. Завод загружен по полной, экспорт идет, зарплату свою 70-80 тысяч рублей он получит. Почему бы не купить квартиру даже в Москве, в ипотеку? Можно? Можно. Почему нет? Но такие люди, соответственно, их будут увольнять, потому что производство будут сворачивать, потому что на фонде оплаты труда зарплаты будут экономить, и располагаемые доходы и дальше будут снижаться. И можно сколько угодно долго говорить и ожидать, что цены на недвижимость растут. Ребята, чем раньше влюбленность в такой актив, как недвижимость, у вас пройдет, тем лучше. Потому что мы помним 2007-2008 год, даже 2004-2005-2006 фильм, опять-таки, «Игра на понижение», когда все были влюблены в недвижимость. И посмотрите еще раз, когда приходят к Майклу Бьюри и говорят, ты хочешь сказать, что председатель ФРС и глава Минфина США не прав, а ты прав? Он говорит, да, они не правы, а я прав. Облигация обесценится, если миллионы американцев не выплатят ипотеку. Но такого истории не помнят? Простите, доктор Бьюри, это неразумное уважение. Ну, если учесть общепринятую точку зрения банкиров и рынка, да, это неразумная инвестиция. Но все ошибаются. Цены на недвижимость всегда растут в цене. Вот к чему это привело. Это привело к коллапсу. И вот что произойдет. Что именно? Это американский рынок. За 20 лет цены на недвижимость ни разу не падали. Почему вы считаете, что сейчас это произойдет? Потому что располагаемые доходы населения не падали. Реально располагаемые доходы населения начали падать с 2014 года. При этом произошла раскорреляция цен. То есть у нас, получается, доходы падают, а цены на недвижимость растут. Но цены на недвижимость растут не потому, что растет покупательский спрос. Количество денег у людей стало больше, и им всем нужна недвижимость. А цены на недвижимость растут, потому что стал доступен более кредит. Кредитный рычаг, левередж, стоимость обслуживания которого снизилась. И поэтому люди закредитовались, и вот этими кредитными деньгами они разогнали цену на этот актив. Кредитными деньгами. И вся проблема заключается в том, что кредит нужно обслуживать. И кредитные деньги не на 3 года. Это не автокредит. Это не потребительский кредит в рассрочку на год. Это кредит на 10, 15, 20, 30 лет. И в этом случае у людей доходы реально располагаемые падают, они ничем не замещаются. Мало того, инфляция еще растет. И в этом случае получается, что растущая инфляция, снижение реальных располагаемых доходов, бьет по кредитоспособности. И тогда мы получаем, что на рынке у банков появляется большое... Ну, то есть приходит человек и говорит, ну нет денег, ну забирайте, ну выгоняйте меня на улицу. Соответственно, банк забирает эту недвижимость. У него есть первоначальный взнос. В принципе, банк застрахован. Он продает эту недвижимость, какую-то копейку там оставляет, человеку незначительную. Остальное реализуется. Но это не единичный случай же. Массовый характер по всей стране. От Владивостока до Калининграда. Где-то в большей, где-то в меньшей степени. То есть это как лавина, да. То есть как некий такой навес, который висит, снежный, да. И достаточно там одному комочку упасть, и он потом превращается вот этот вот в вал распродаж. Потому что первыми, естественно, кто нарушал кредитную дисциплину, кто не считал свои финансы, кто не увеличил свои доходы, сначала первыми они лишатся. Но это в конечном счете запускает волну. Почему? Потому что банк будет пытаться, как это было и в Америке, да. Банки начинают пытаться вернуться свои деньги. И они начинают выставлять аукционы. И цены на квартиры начинают падать, падать, падать. Тут люди начинают уже задумываться. И уже касается человека, который кредитоспособен. То есть он может обслуживать ипотеку свою. Вообще вопросов нет. Но он покупал, когда цена на квартиру его была 20 миллионов, а у него цена на эту недвижимость упала до 10 миллионов. Почему? Ну потому что спрос упал. Предложение увеличилось, спроса нет. Так она еще не упала, это стоимость. Ну к этому, когда приходит. То есть это же динамичный характер носит. То есть сначала незначительное снижение идет. То есть причем продажи начинаются не у высококлассных заемщиков. Не платежи, просрочки по кредиту начинаются не у высококлассных заемщиков. Не платежи начинаются у рисковых заемщиков. Они не платят. А банк разместил деньги в кредит этот, выдав этот кредит. У банка население начинает деньги просить. Ну почему? Потому что у банка у него своих денег нет. Его актив это кредит. Его пассив это депозиты. Соответственно, он выдал кредит неблагонадежному заемщику. Тот не платит. Пока он один. Через полгода их 10. Еще через полгода их 100. Где мусорка? Позади вас. Предельно низкий рейтинг кредитоспособности. Без проверки доходов. Плавающие ставки. Дерьмо. Процент невозврата уже поднялся с 1 до 4%. А если он дойдет до 8? А он дойдет. Обесценится и большая часть BBB. У других людей, которые зарабатывают больше, есть какой-то жирок, они депозиты держат в банке. Но он тоже начинает заканчиваться, потому что располагаемые доходы-то падают. И они начинают эти депозиты забирать просто на еду. Из-за инфляции высокой. Соответственно, банку нужно возвращать им депозиты, а здесь у него и дефолты. Здесь ему никто не платит за его активы. Он тогда приходит, судится, забирает эту квартиру и начинает ее продавать. А так как население продолжает забирать деньги из депозитов, он старается быстрее продать эту недвижимость и сделать дисконт. Это мы про вторичку говорим. Так это и первички касается. Какая разница? Первичка не падает в цене. Если доходы населения с 2014 года падают, почему она с 2014 года не падает? Потому что на первичку основные льготы распространяются. Посмотрите цены на вторичное жилье и посмотрите цены на первичное жилье. На первичное жилье, да, выросли процентов на 30. А вторичка как стояла, так и стоит. Она не выросла в цене абсолютно. Вторичка стоит столько же, сколько первичка. Не обоснованная на вторичку сейчас. Кто сказал? Тебе первичку еще отремонтировать надо, ремонт туда сделать, мебель туда поставить. И все это еще порядка, ну до 50% стоимости может доходить. Разные можно найти. Факт остается фактом. Вторичка стоит, первичка растет. Первичка растет, потому что льготная ипотека распространяется на первичку. И опять-таки мы увидим, это просто обосновывает наш тезис о том, что рост цен на недвижимость, он обусловлен не растущими доходами населения, а он просто вызван стимулированием ипотечного кредитования первичного рынка жилья, который просто не потянут. И у тебя появится тогда альтернатива, то есть у тебя будет залоговая недвижимость, которую банки будут распродавать, у которой увеличат предложение, это предложение должен подстегнуть спрос. То есть оно должно быть интересным для покупки. И да, там будет какая-то волна импульса, но дело в том, что эта волна импульса покупок, она быстро очень сойдет на нет, потому что располагаемых доходов нет. И поэтому здесь мы опять-таки столкнемся с тем, что и первичка, и вторичка начнет снижаться, и это как снежный ком. Просто как снежный ком. Потому что даже если пускай не на 50%, пусть на 20-30% произойдет снижение цен на недвижимость, квартира стоимостью 20 миллионов взята в кредит, и вот 20 миллионов это тело долга, которое ты выплачиваешь. Уже на протяжении трех лет. И платишь за это под 100-120 тысяч рублей в месяц. А когда посмотришь структуру платежа, вдруг захочешь продать, тебе скажут, дружище, из 20 миллионов ты тело кредита закрыл 500 тысяч, а все остальное это были только процентики. Тело кредита практически не закрывается. И в случае, если произойдет снижение этой цены на 30%, а 30% от 20 миллионов это почти 7, через три года человек может обнаружить такую ситуацию, что его квартира стоит уже не 20 миллионов, а 13 миллионов. Но выплачивает тело кредита он за 20 миллионов. Это если на 30% упало. А если на 50% упадет, это получается ты выплачиваешь банку кредит из стоимости твоего актива в 20 миллионов, а этот реальный актив стоит 10 миллионов. И нужно понимать, что люди начнут кипишевать, не дождавшись вот таких вот коррекций, там в 30-50%. Беспокойства раньше начнутся. И самое главное, еще обслуживать этот кредит, его тоже нужно. Деньги найти, а у тебя доходы падают. И поэтому я не убеждаю. Я говорю, что эти риски присутствуют. Я говорю, что соотношение цены недвижимости к средней зарплате по стране, они чрезмерно высокие. И в любом случае экономика рынки приходит в равновесие. И в равновесие по рынку недвижимости, если говорить конкретно, равновесие может наступить только в двух случаях. Или первый вариант. У нас должны прям доходы населения расти, чтобы рост и дальше продолжился. Располагаемые доходы населения должны расти. Или второй вариант. У нас должны цены на недвижимость упасть. И когда, соответственно, остаются такие комментарии, оставляются, я не то что спорю. Я говорю, что я понимаю, в этом очень простом уравнении, когда мы говорим про цены на недвижимость, упадут они или вырастут, вы должны оперировать всего лишь двумя понятиями. Если вы верите и считаете и на своей практике видите, что не только у вас, но и все население страны, у него растут доходы, у нас экономика эффективная, у нас экономика продуктивная, у нас ВВП страны растет по 9-10% в год, тогда да, тогда вы можете сделать гипотезу, что располагаемые доходы населения увеличатся и цены на недвижимость будут дальше расти. Если же вы видите, что доходы населения стагнируют или наоборот уменьшаются, что ВВП у нас замедляется, а тут ожидается еще и падение ВВП, если что, по итогам 2022 года процентов на 15 ждут падения, то в этом случае нужно понимать, что пока ранней мере о росте доходов населения говорить не приходится. В такой ситуации, если мы говорим, что рынки приходят к среднему, то у нас остается единственный вариант прийти к среднему, это скорректироваться цены на недвижимость. Точка. Здесь больше ничего обосновывать не надо. Поэтому, чтобы развивать инвесторское мышление, чтобы получать такие цифры, подписывайтесь на канал, щелкайте лайк, оставляйте комментарии. Ну и не забывайте, у нас есть вебинар, на котором мы рассказываем, как и почему недвижимость себя будет вести как актив-убийца. И много чего интересного по поводу того, как можно защититься от инфляции, тоже ссылочка будет внизу, проходите, смотрите, будет очень полезно. У меня на этом все. Пока-пока.